Добрый день. Тема сегодняшнего разговора продиктована большей частью интересом со стороны предпринимателей. Не тех больших предприятий, которые могут позволить себе многомиллионные вложения в бизнес, открытие новых предприятий на территории Канады, но тех предпринимателей, которые имеют, будем так говорить, сдержанные капиталы вложения для того, чтобы инвестировать в Канаду свою иммиграцию и смотрят на различные программы, доступные им на сегодня. Здесь можно выделить бизнес программы провинциального направления. Провинциального не с точки зрения русского языка город-провинция, а провинции, как они диктуются у нас в Канаде, это обозначение юрисдикции, из которых состоит Канада как государство. То есть провинциальными программами являются на сегодня. Самыми популярными программами являются несколько. Одна из них постоянно действующая программа и в самой высокой популярности это программа BC PNP. Именно бизнес-стрим. Также популярным программам относятся программы провинции Антарио, Манитоба, Принц и Адватария. Все эти программы объединяет единое начало, то есть идеология позади этих программ отбора предпринимателей для конкретных провинций. Каждая из провинций устанавливает свои лимиты капиталовложений, свои лимиты по бальной системе отбора и именно эта добавленная система отбора объединяет всех их. То есть каждый предприниматель должен иметь определенный уровень знания языка. Это нужно отметить как одно из ключевых факторов. Туда же относится достаточно высокий net worth. В разных провинциях, как допустим в Манитобе, он варьируется 600 тысяч и выше. Net worth это понятие международного капитала, то есть это понятие тех активов, которые обладает каждый кандидат, в которые входят недвижимость, активы бизнеса, сбережения, пенсионные вклады и прочее-прочее за вычетом всех его обязательств. Таким образом, что можно отнести к критериям программ бизнес P&P, это net worth. То есть люди, которые не имеют активов, не могут пойти на программу BCP&P по определению. И третьим очень важным фактором является наличие непосредственно готового к инвестициям капитала. Этот капитал, который надо действительно вложить в дело, на его развитие, он исчисляется в разных провинциях по-разному. Во всех провинциях стоит примерно одинаковый уровень 200 тысяч, но каждый должен понимать в реальности, что за 200 тысяч в Ванкувере нельзя приобрести или построить реально бизнес. В Манитобе это достаточно реально, поэтому там 200 тысяч действительно обладают определенным весом. В Ванкувере, в Онтарию это практически не проходные суммы, то есть нужно реально относиться к своим возможностям. Естественно, следующим критерием является создание рабочих мест. Создание рабочих мест тоже дает бальную систему оценки. И таким образом, эти пять критериев являются основными с точки зрения построения удачной бизнес-программы для эмиграции по провинциальным программам. Каждая провинция имеет свои лимиты по количеству кандидатов, и также имеет свои лимиты по времени действия программ. К постоянно действующим программам можем отнести практически только две. То есть, это провинция Виси, и это провинция Онтарио. Все остальные провинциальные программы имеют короткие сроки действия, открываются ежегодно в зависимости от пожеланий или лимитов правительства, и таким образом не являются круглогодичными. То есть, нельзя планировать долго, растянуто, подгонять себя под условия, готовиться. То есть, нужно действовать очень быстро, когда программа открывается, потому что заполняются они и за квот тоже очень быстро. Вот это краткое описание программ, которые есть в Канаде с точки зрения провинциальной иммиграции. Чем они хороши? Люди независимы. Люди строят бизнес, который умеют и хотят строить, а не покупают что-то, навязанное им кем-то. И, естественно, здесь вступает в силу фактор их будущего обустройства в Канаде, потому что каждая провинция номинирует тех предпринимателей, которые будут в ней оставаться, развивать экономику. И, собственно, вот этот фактор экономического развития и диктует основные условия каждой из программ. То есть, подходить нужно с реальностью оценки, прежде всего, по этим пяти основным факторам. Для большинства из вас наверняка остались масса вопросов, которые связаны с конкретным предприятием, конкретным направлением, конкретной стороной происхождения проживания. Пожалуйста, обращайтесь, всегда пишите, мы отвечаем всем, строим бизнес-планирование, бизнес-процессы совместно и готовы помочь на каждом этапе подготовки на ПМЖ. Всего доброго! До свидания! Продолжение следует... Продолжение следует...